Вот встретил его мимо магазина, что он, мимо Семишага, или Семишагов, не знаю, куда ударение, там ударение наведать. И шел, и там, прикиньте, бабка дралась с 15-летней школьницей. И школьница кричит, мне 15 лет, вы взрослая пенсионерка, вы какого фига на меня ногу поднимаете? На что таил ответ, вот именно, я старше тебя, ты меня должна уважать, крыса. Ой, я такой, у нее как будто мандат есть, ну это что такое вообще? И вот, к таким я недавно заплылу дорожку в бассейне, а они же еще как пиранье встаяли, плавали. И они, главное, отправили со мной разбираться, там пошла, я не ошибся, не поплыла, пошла, погнул на меня, пофигачивала, прикиньте. У нас бассейн не глубокий, но я на рост по небольшому. На меня вот так, крокодильчик, плывет, я такой, музыку и скоро фильмов только не хватает. И она подплывает, и чтобы ей начать со мной ругаться, ей приходится немножко вплыть. А очень сложно ругаться с тонущим человеком, понимаете? Она такая, вышел отсюда, бру-бру-бру, вышел отсюда, бру-бру-бру. Ну, я говорю, что не так, что случилось? Я зову к вам, тут места нигде нет, решил с вами поплавать. На что там ей ответ, мы тут, бру-бру, девочками плаваем. Я говорю, видим очень давно. Я понимаю, что вы хотите абонемент прямо отбить, но не на столько же. И уже все страются, право на себя, на меня ругаются. И я считаю, достаточно себя вежливым человеком, но в такие моменты мне башки тогда прям встывают. И я не выдержу, я говорю, вы вообще, говорю, задолбали из бассейна делать компот, понятно? Я здесь в руках туда прыгаю, жалуются, что им холодно, просим подогреть. Я такой, дай температуру кипения, пожалуйста. На меня как раз как к урагам и ешь, что это стоит. Но благо, в бассейне есть и бабулечки. Господи, это вообще прекрасно. Вы прикиньте, бабулечки не разлучились плентовать. Я вообще в шоке. Я, короче, как, я заплываю к ней. Она не пошла ругаться, ничего не пошла. Она стояла, ждала, она пошла такая, в ансамбле. И я плюну, я ныряю в универу, ныряю в универу, перед ней выплываю. И она на полном серьезе смотрит мне в глаза и говорит, Мальчик мой, хватит там за мной подсматривать. Я, честно, я в такой ступоре был. Не нашел ничего лучше, чем сказать, ладно? Так пялиться буду. Танцуй, да, бедя, танцуй. А потом ты идешь в сауну. Там сауну деды нагревают до температуры крематори. Это вообще, мать. У нас сауна финская, написано, на камне воду не лить, везде. Я захожу, где только лимбурский бассейн выжимаю. Я такой, действительно, он же сушит, все хорошо. И я долгое время думал, почему они до таких бешеных температур эту сауну разгоняли. А потом понял. Дело в том, что они туда приходят вместе вот с этими злыми бабками. Они им всю жизнь говорят, ты попадешь в ад. Ты попадешь в ад. И они такие, готовимся. Чтобы мы, когда в ад попали, Черчи вообще в шоке были. Чтобы нас когда в самый кипящий котел кинули, мы такие. Фигня же. Михалыч, подай как умеешь. Давай, давай, нормально. О, наконец-то, прогрев костей пошел. Все еще думают, у нас стояки такие подопиши. Они не подопиши, они подрасплавленные. Я вам отвечаю, там такие температуры. И все-все-все. Еще недавно девушку телефон разбила. Ну, она у меня умеет довлекать себе на подарки. И она у меня пудрая. Мне нравится. Вы же девушку умеете не просить, но просить. Понимаете, зачем я говорю? Вот и она поняла, как это сделать. Она как разбила телефон, она мне позвонила и начала вообще издалека. Она говорит, мне не нужен телефон. Все хорошо. У меня есть старенький 5S. Он, когда заряжается, правда разряжается. Ну, все хорошо, ничего страшного. Да, я живу в неблагополучном районе, но ничего страшного. Я если умру, ты завтра в новостях первый увидишь, у меня же телефончик разрядился. И я уже такой, я куплю. Он говорит, да не надо. Я говорю, я куплю, все. И мне, мы с ней полгода в отношениях. И мне пришлось выбирать, какой телефон. Я такой, ну мы с ней полгода в отношениях, это явно не айфон. Ну и не НТС, я их ненавидил. И мне пришлось смотреть на эти ролики на Ютубе. Топ-5 бюджетных смартфонов, которые может себе позволить каждый. А я смотрю вообще не каждый, если что. Ну, я вообще в шоке был от этих роликов. Потому что, ну, я вообще не разбираюсь телефоном. В айфонах все просто, чем цифра лучше, чем выше, тем смартфон лучше. А андроид такой, это легко. Логика и державка. И они же как сделали? Я из-за них смотрел 10 минут ролик. Почему нужно купить какой-то Redmi 10, а не 12, который вышел в этом году? Потому что он хуже, прикиньте. Я такой, ну, в какой момент решили, что вы такие, ну, слишком хорошие телефоны. Надо выхудшать. А то сейчас разберут, это вообще, блядь. Я вообще не понял, в какой момент дешево смартфон отдали все буквы и цифры нашего алфавита. Там же они вообще с ума сошли. Там же, ну, я уверен, скоро презентация нового смартфона будет, того они будут выходить. Такие, и так, встречайте. Новый Redmi 0.2.102, Республика Башкортостан, респект пацанам. Спасибо всем, кто были с нами. Перелистываем. Мерсия 2. Ну, это вообще, там с ума сошли, я делюсь. Я сразу, когда эти ролики посмотрел, я уроки алгебры вспомнил. Я такой, мы же для этого уравнение решали. Мы же на самом деле, ну, не для себя старались, а мы, учителец, смартфон выбирали, какой купить. Вот это, 4х минус 5у минус 10% равно не том, что свои деньги, да? Но, я раньше думал, вы еще задачи написали, че-то-то, я думал, что это такое. И так кажется, что-то нафига все равно. Но, я в шоке, серьезно, потому что, ну, это сумасшедство какое-то. И я, в итоге, спустя где-то сутки, у того, как полазил в интернете, определился со смартфоном, нашел и купил ей новый смартфон за 11 тысяч рублей. И она прям расплатывается. Потому что, ну, не поэтому, нет, не потому что, можно мне экономить, нет. Оказывается, до меня, прикиньте, ей мужчины ни разу не дарили дорогих подарков. А я решил, ну, эту традицию не нарушать. У нас для этого все, вам все не понравилось? Давайте покопаем, как мы сейчас будем субтитров. Давайте покопаем в вокзалу, администратору. Подписывайтесь на эти вопросы. В Честерограмме, где-то давно будут большие концерты. Один большой концерт, который прошел. Видите своих новостями. И в конце, давайте покопаем самым лучшим зрителям на сегодня. Это сами в себе. Кроме всего, покопайте. Спасибо вам большое за пользу и результат. Живите счастливо. Всех вам благо. Пока-пока. Пока-пока.